Саламу алейкум, братья, друзья! Я недавно мимо проходил, увидел такие красивые картины, что не мог вас познакомить. Я хочу вас ознакомить с этими картинами и с человеком, кто их рисует. Это очаровательная леди. Представляете? Это красавица, которая все это рисует, Роза Шакарова. Здравствуйте! Роза, я хотел бы спросить. Вот мне интересно самое главное. Вы, армянка, пишете картины по-мирски. Как? Ну, эта история уже пятый год продолжается. По мирам я познакомилась, когда пришла в благотворительный фонд работать. Потом Меманшо меня привлек оператором. И так как я с детства жутко любила камни, просто, то есть я камешки всякие собирала, там картины даже вот у меня есть из камней сделаны, я очень сильно увлеклась. И мы уже каждый год практически ездили на Памир. Естественно, вдохновиться и влюбиться в пейзаж, в воздух, в людей, это невозможно. Такая чистота редко случается. Даже люди, прибывающие сюда уже, они остаются такими же добрыми, такими же чистыми. Ну, новая серия космическая у меня сейчас. У меня уже в Москве было несколько выставок, связанных с Памиром. То есть вдохновение получила, я уже ответила, то, что непосредственно от самой природы и от людей. Это огромный, то есть это огромный пункт. Потому что доброта и открытость, которая меня поразила настолько, что я начала изучать саму культуру. Я узнала даже вот эти самые джурабы, памирские тюбетейки. То есть каждый орнамент, каждый виток этого орнамента значение имеет дополнительное. Потом я влюбилась в танец. У нас тоже много красивых танцев, они исторические, они встречаются и на свадьбах. Но, например, я не знала, что до сих пор остался ритуальный танец в Амирске. То есть вот это всё потихоньку-потихоньку меня вдохновило. У меня на сегодняшний день где-то 11 картин в космической тематике. Две пишутся, они связаны с танцем в космосе. А вот эти, ну, знаменитый ширчай, чай с молоком. Это то, что я, так как вегетарианка, это то, что я практически питалась этим на Памире, потому что мы были в Бартанге. Вот, кстати, памирская вот эта космическая тематика у меня появилась именно в Бартанге. То есть соединение воздуха и земли этих гор, оно меня просто включило. Там уже многие даже, кто бывал хотя бы один раз, они говорят, ну, не сочите меня за сумасшедшую. Многие видят образы святых, многие даже в скалах. И это меня настолько вдохновило. Ну, я почувствовала культуру, меня принял народ. Я не могла по-другому дать, отдать уважение своё, как вот то, что я умею, то, что я люблю. И к тому же людям нравится, и если брать историю, но это будут говорить больше историки, так как я не очень хорошо в историю, всё-таки знаю памирскую. Исторически вот даже памирские джурабы, то есть значение каждого орнамента что-то значит. И вот из того по чуть-чуть, что я собирала в своей голове, я написала их в космосе, так как это всё-таки больше к космосу относится, суфизму, это более древнее религиозное верование. Это всё вместе соединилось. Роза, такой вопрос. Почему космос? Ну, 2019 год был годом космонавтики, 85 лет космонавтики. И у меня за год было очень много картин, но они не были связаны, в основном не были направлены на памир. И на Новый год, когда прогуливались мы по Красной площади, смотрели на всю эту красоту новогоднюю, которую устроили нам в правительство Москвы, то очень много было космической тематики, одежда, вот эти все манекены. И мне понравилось то, что мои картины понравятся людям в этом году, то, что космос актуален в этом году. Ну и порадоваюсь народ по миру. Дорогие друзья, я все эти картины, когда увидел, мне всё это понравилось. Но одну картину я увидел, которую не каждый поймёт, что там нарисовано. Эту картину я назвала чит, так как на памирском это дом. Многие, кто знает памирский язык, они будут со мной, наверное, спорить, как эта крыша. Это одно единственное окно, которое находится в доме. Я много лет уже, повторюсь, езжу уже на Памиру, и мы в этом году были в Бартанге. В прошлом году мы тоже ездили по Памиру, и мы находили очень старые дома. Им где-то по 500-600 лет. Там дерево становится практически чёрным от старости, ну и от копоти, потому что печное отопление. И когда ты заходишь прямо в середину дома, и вот этот свет пьёт сверху на тебя, это выглядит мистически. Это и съёмки, и у нас есть многие знакомые художники, с которыми я общаюсь, тоже так же на Памире. Даже при написании портретов специально выбирается дом, ставится натура именно в центре или чуть-чуть в сторону. То есть там же, ну все прекрасно знают, что Памирские дома сооружены ещё с пятью столбами, и там вот где бабушка, столб бабушки. Около этого столба бабушки чаще всего бывает именно там, сажают человека, и за счёт вот этого преломления света портрет получается просто божественный. Как фотопортрет, так же и при написании. То есть для художника это вообще кладезь. Но это ещё и имеет для меня мистическое значение. Я специально написала эту картину так, чтобы можно было её переворачивать, то есть как ромбик делать. Это ещё, если брать буддизм, индуизм, это брать веды, древние писания, это мандала. То есть это сакральное значение вот этих сводов. И ещё плюс ко всему тоже из маленькой истории, в Армении церкви, самые-самые древние церкви, выкладываются камешками, которые вот так же друг на друга под углом кладут, и сооружается свод. То есть всё это для меня олицетворение дома, дома, духовности. И от этого уже я можно, хотя эта картина не первая по счёту, я могу сказать, что вот это всё у меня как по спирали, по золотому сечению прошла вся моя эпопея. Она ещё не закончилась, я ещё буду много писать, у меня ещё много идей. Роза, если честно, я прям... Нет слов, что сказать. Очень красиво было. А тебе желаем дальнейшего, чтобы нарисовала новые картины. А мы, в свою очередь, обязательно заглянем, чтобы ознакомиться ещё с новыми работой. Хорошо? Добро пожаловать. Спасибо вам большое.